Однажды мы решили отметить юбилей очень крупной компании. Вряд ли бы мы нашли в Москве такой зал, где бы они все поместились. И поэтому мы решили сделать это все прямо в парке. А раз в парке, причем в парке культуры имени Горького в Москве, где ежедневно бывает огромное количество людей, независимо от того, какая погода. Там всегда много людей. И мы решили, ну раз уж так, то давайте мы сделаем праздник не только для сотрудников этой компании, которых достаточно много, а вообще для всех, кто окажется в парке. И мы устроили такой, значит, ну, это был аналог олимпийских игр, но только не со спортом напрямую связано. Это, знаете, вот околоспортивные состязания. Ну, например, если это был футбол, то катали мяч, по-моему, 4 метра в диаметре вот такой вот. Ну и под стать были ворота. У нас не было прыжков в высоту и прыжков в длину, зато у нас было очень много таких, знаете, развлечений, где на роликах там нужно было что-то там пробежать, на специальных таких подушках, которые были, вот прям реальные подушки, да, просто привязаны к ногам, вот, что очень смешно было. Было... В волейбол играли, например, специальным портфелем, просто обычным рабочим портфелем. В теннис, в большой теннис играли, или в бадминтон, не помню, пластиковыми стаканчиками от кулера. Но хит этой олимпиады, околоспортивной олимпиады, вот так мы ее назвали, это было разбивание офисной техники. Мы набрали довольно большое количество старых компьютеров, клавиатуры, мышек, каких-то факсов, все это привезли туда, и у нас была такая зона тяжелой атлетики, когда мы вручали, значит, молоты такие и бейсбольные биты, и говорили, ну, ребят, если вам надоел компьютер на вашем рабочем месте, ну, вот такой же, расправьтесь с ним. Ох, это было что-то невероятное. Вот здесь, ой, люди с таким удовольствием, все, мужчины и женщины, громили эту офисную технику, ломали эти клавиатуры об колено и прочее. Что там происходило, это было очень здорово и очень эффектно.